Ну и, соответственно, правомочное будет собрание. Мы ведь не будем писать. Протоколов составлять никаких не будем. Значит, давайте, уважаемые... Со всеобщего протеста началось собрание жильцов дома на профинтерна 8. Встреча внеплановая. Ее инициировала администрация железнодорожного района. В повестке вопрос об аварийности дома и его возможном сносе. Люди в шоке, здание в нормальном состоянии, без признаков аварийности. У здания даже крыша новая, рассказывают жильцы. Какую крышу делали? Сколько крыша пошла? Крыша? 5 с лишним миллионов. Если любыми причами добиться признать дом аварийным и затем обесценить эти квартиры, то мы получим просто копейки. Мы консультировались и просчитывали, сколько мы получим. Допустим, с трешки это даже на однокомнатную квартиру людям не хватит. Я думаю, при расселении, если деньгами дадут, то маловероятно, что я даже где-то на окраине возьму. Но мне это не устраивает. Я инвалид второй группы. Мне надо, чтобы транспорт рядом был, мог доехать в любое место, в центр. Я недаром выходил на эту точку. Люди уверены, что и само собрание незаконно. В доме все квартиры приватизированы. А это значит, что организовать встречи могут лишь сами жильцы. Представитель администрации говорит об обратном. Вы не праве инициировать собрание. Вы ошибаетесь. Мы праве его инициировать, потому что город Барнаул является также собственником жилья в данном месте. Нет, у нас все квартиры приватизированы. Дом на Апрофинтерне и его прилегающая территория почти в 4000 квадратов попала под прицел администрации, неспроста считают жители. Это лакомый кусочек для застройщиков. Центр города, развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка. Учитывая, что мы находимся в центре города, что рядом у нас большой участок застройки, я полагаю, что просто есть заинтересованные организации, которые хотят наш земельный участок использовать под застройку. На этом собрании, инициированном властями, жильцы должны были проголосовать за проведение экспертизы, чтобы признать дом аварийным. Но собрание закончилось ничем. Сейчас стороны выясняют, есть ли в доме муниципальное жилье или нет. Но сама идея сноса дома уже витает в воздухе. Люди боятся, что если здесь появится строительный кран, они останутся ни с чем. Косточку какую-то кинут, нас не устраивает. У меня, допустим, у трехкомнатная квартира в центре. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин